МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире телерадио компания Губерния 33. Программа «На все Владимирского». Меня зовут Александр Козлов. Наш гость сегодня Мария Новоселова, директор департамента цены и тарифов администрации Владимирской области. Мария Сергеевна, здравствуйте. Рад видеть в нашей студии. Когда дело доходит до цены, тариф это всегда интересно. А сегодня у нас интерес двойной, а то и тройной. Потому что намеренно мы проинформировать жителей области о тарифном регулировании в сфере утилизации бытового мусора, или как сейчас принято его называть, твердых коммунальных отходов. Тема эта возникла неспроста. Во-первых, в начале года на треть условно подняли цены на свои услуги те компании, которые занимаются сбором и вывозом мусора от наших домов. Это во всяком случае во Владимире. А самое главное, мы все ближе подходим к тому моменту, когда во всей стране и в нашем регионе, в частности, полномасштабно вступит в силу новая схема обращения твердых коммунальных отходов. А новая схема это новые расценки. А новые расценки это, как известно, к департаменту цен и тарифов. Не во всех случаях, Александр. Не во всех случаях, но как правило. Мария Сергеевна, давайте мы начнем с того повышения, которое мы обнаружили после Нового года, когда мусоровывозящие компании неожиданно и существенно подняли цены на свои услуги. Спрашиваю сразу и напрямик, по вашей санкции это произошло или нет. Услышала, Александр. Отвечаю следующим образом. Имеет значение, где мы с вами это обнаружили. Мы обнаружили это в ставке за техническое содержание жилья. То есть мы его обнаружили не в составе коммунальных услуг, которые получает сейчас гражданин, а обнаружили его в составе жилищной услуги. Еще раз для понимания всех наших граждан, компетенция региональных органов тарифного регулирования относится к регулированию тарифов на коммунальные ресурсы. Соответственно, сбор, вывоз и транспортировка твердых коммунальных отходов будем привыкать говорить по-новому. В настоящий момент государственному регулированию не подлежит. Ставка определяется по соглашению сторон. Управляющие компании прибегают к услугам транспортовывозящих компаний. Соответственно, между ними заключаются договорные отношения, заключается договор, определяется расценка. О том, что транспортировщики обосновывали свой рост изменением тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, а на территории области действует 9 полигонов, и каждый из них прошел процедуру тарифного регулирования. Но вот если говорить применительно за территорию города Владимира, таковой причиной не считаю. Не считаю совершенно ответственно, потому что это как раз компетенция департамента цены тарифов. Хочу на это обратить внимание и наших телезрителей. То есть тарифное регулирование услуга по захоронению твердых коммунальных отходов прошла, и результаты этого регулирования никак не связаны с желанием и уже с действиями этих мусоровозвозящих компаний взять и поднять расценки на свои услуги. То есть это две разные вещи. Это абсолютно две разные вещи. Более того, я хочу привести пример. Хочу привести пример с тарифным регулированием, которое произошло в отношении нашего самого основного полигона, который эксплуатирует ООО «Спецтехавто». Это полигон у деревни Маренко, Камешковского района, на слуху. По сути, там захоронению подлежит почти 40% от всего мусора, которое вывозится с территории Владимирской области. Много территорий и муниципальных образований региона пользуются услугами этого полигона. Ну так вот, если на декабре 2017 года у меня стоимость захоронения одного кубического метра стоила 112 рублей 38 копеек, то с 1 января эта ценовая ставка составила 87 рублей 77 копеек. Это больше 20 рублей, 26 рублей снижение. Произошло снижение тарифа. Поэтому странно слышать объяснение перевозчика, что причина повышения тарифов, их тарифов, напрямую связана с увеличением стоимости услуг полигонов. Никак не разделяю в данном случае их опасения. Я полагаю, что причина в другом, наверное. Никто не исключает роста цен на горючие смазочные материалы, есть другие составляющие затрат стоимости вывоза. Соответственно, наверное, я бы считала целесообразным скорее апеллировать к ним, нежели к стоимости захоронения. Понимаю, что сейчас буду спрашивать вас о том, что не входят в вашу компетенцию, но тем не менее люди переживают, они платят теперь больше за эту услугу, вывоз и сбор твердых коммунальных отходов. Где искать им правды, если Департамент цены тарифов не регламентирует этого? Я полагаю, у нас с вами у всех есть права, которые нам дает ЖК РФ. Соответственно, если собрание собственников жилых помещений приняло решение об увеличении ставки за техническое содержание жилья, ну, значит, мы с вами акцептовали стоимость этой услуги и дальше будем с ней уже весь следующий год жить. В полномочия Государственной жилищной инспекции входит функция проверки обоснованности увеличения платежей за жилищную услугу. Соответственно, вот если вопросы в этой части возникают, и в том числе к нам жалобы поступают, мы по компетенции взаимодействуем с Государственной жилищной инспекцией, направляем туда эти вопросы для рассмотрения. Но зачастую, я полагаю, ситуация складывается именно таким образом, когда мы недолжным образом воспользовались своим правом и не отголосовали эту услугу. То есть, кто пришел, кто активно занимается жизнью дома, тот, наверное, и в состоянии понять, из чего складывается ставка за техническое содержание жилья, потому что управкомпания должна это все объяснить и рассказать. Повторяю, компетенция Государственной жилищной инспекции. Хорошо. Ну и, наверное, еще жилищного государственного гражданского кодекса. Гражданского кодекса в том числе, если вы не согласны, бога ради, оспаривайте в суде, и уж вот здесь все моменты появятся. Хорошо. Если сбор и выбос твердых коммунальных отходов не регламентируются, значит, в этой сфере департамент цен и тарифов регламентирует что? В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы перешли, да, на регулирование уже именно в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь регулирование подлежит единый тариф регионального оператора. До настоящего времени он пока не установлен. Я полагаю, это тема, да, нашей сегодняшней встречи. Департамент цены тарифов устанавливает тарифы на обработку твердых коммунальных отходов. Обработка это... Обработка это цикл, при котором весь объем твердых коммунальных отходов подвергается сортировке, соответственно, в процессе сортировки появляются полезные фракции, которые впоследствии будут направлены при циклинг, да, но если по-русски говорить, они будут направлены в производство, да, то есть мы выбираем полезное... Собственно, изъять из мустров торсырье. То, что можно впоследствии использовать для того, чтобы приготовить другую продукцию. Так, это обработка далее. Обработка, тариф на захоронение. Тариф на захоронение это как раз услуги полигонов, о чем мы с вами говорили, из 9 на территории региона. Существует еще такой тариф, как тариф на обезвреживание. Вот на территории Владимирской области мы подобного регулирования еще не делали. Для этого должны стоять мусоросжигательные заводы в настоящий момент, пока они в регионе отсутствуют. Соответственно, нет предмета регулирования. Вот у нас как-то так повелось, что 1 июля происходит плановый рост тарифов различных. На коммунальные ресурсы. В данном случае тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение тоже к 1 июлю привязаны? К 1 июля привязана обязанность регионального оператора подать тарифную заявку в орган регулирования. 22 марта Департамент природы пользования Администрации Владимирской области провел конкурс. Была подведена, итоги конкурса были подведены. Был выбран победитель на статус регионального оператора, это Влад Экотехпром. Соответственно, по 89-му федеральному закону сроки следующие. До 1 мая после выбора победителя конкурса субъект Российской Федерации должен заключить соглашение с региональным оператором. Соглашение это заключается на 10 лет. У нас период срока действия этого соглашения, это 2018-2027 год. До 1 июля региональный оператор придет в орган тарифного регулирования с тем, чтобы получить единый тариф. Ну вообще, вот если вот уж мы затронули регионального оператора, сейчас, вы сказали, уже конкурс разыгран. Еще один такой дополнительный вопрос технический, просто чтобы понимание у меня было и у наших телезрителей. Компетенция департамента цены тарифов при создании и начале работы, и вообще регулировании этого органа, да, как региональный оператор, какова у департамента цены тарифов? Обязанность органа регулирования установить тариф в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Тариф за единицы измерения, это кубический метр, это в объемных показателях, или в тонне, да, в массе. Вот это обязанность органа тарифного регулирования. То, что мы с вами, как граждане, увидим в своей платежной квитанции, это будет уже произведение установленного тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов. Вот норматива накопления твердых коммунальных отходов, это прерогативы департамента природы пользования на территории Владимирской области. Но они сейчас на данный момент известны? Они известны. На официальном сайте департамента природы пользования вывешены нормативы, которые заработают и будут использоваться при начислении платежа в момент, когда департамент цены тарифов такой тариф установит. Сейчас они не применяются. То есть они не применяются, но их озвучить можно? В настоящий момент нет. Их озвучить можно, Александр. Что собой этот норматив представляет? Давайте постановление. Это было принято 22 января 2018 года. Называется оно об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области. Нормативы приняты дифференцированные. В отдельный ряд выделены городские населенные пункты и сельские населенные пункты. Различаются между собой нормативы для жителей многоквартирных домов и для жителей, которые проживают в частном секторе, в индивидуальных домовладениях. Вот норматив, установленный в кубических метрах на человека в год для жителей, проживающих в городской местности многоквартирных домах, это 2,44 кубических метра в год. 2,44 кубометра в год. Давайте на этой ставке остановимся. Кому будет интересно, он эти нормативы откроет, посмотрит. Я думаю, да, то есть, так скажем, будет готов. И у нас все-таки в многоэтажной застройке большая часть области, на ней может действительно остановиться хорошо. А вот тариф, который будет перемножаться с этим нормативом. Соответственно, рубли за кубические метры в год будут умножаться на норматив. Мы с вами получим годовой платеж гражданина и разделим его на 12 месяцев. Соответственно, это будет та плата, которую ежемесячно мы с вами будем видеть в своей квитанции. Ну вот сейчас, можно ли уже каким-то образом подойти к этой сумме, как-то ее определить? Ну, конечно, можно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Я думаю, нашему зрителям будет это интересно. Коллеги, 22 марта, повторяю, состоялся конкурс на статус регионального оператора. В числе основных критериев по этому конкурсу являлся признак максимальная приведенная стоимость услуги регионального оператора. Ну, скажем, по нитейным рядом, если руководствоваться, это стоимость услуг регионального оператора за весь период его действия, с 2018 по 2027 год, а приведенная к ценам года 2018, то есть отсуммировалась стоимость в следующие годы, приведенная к цене 2018 года. За 10 лет мы получили некую сумму. В конечном итоге, когда будет осуществляться тарифное регулирование, мы будем руководствоваться необходимой валовой выручкой регионального оператора, которая тоже зашивалась в формулу максимальной приведенной стоимости. Почему я об этом так долго? То есть, если мы с вами откроем протокол заседания комиссии, посмотрим его на официальном сайте Департамента природопользования, то мы увидим, какие конкурсные заявки сделал тот или иной участник этого конкурса. Соответственно, мы увидим необходимую валовую выручку базового периода года 2018. По правилам любого конкурса, чем критерий лучше, это когда снижается ценовая составляющая. В данном случае наш победитель конкурса Влад Акотехпром снизил максимальную приведенную стоимость, которую посчитал орган регулирования в том числе, мы были участниками этого процесса, ну и снизил на 26 миллионов рублей. А вы посчитали, сколько у вас получилось на эти 10 лет приведенной стоимости? Если говорить конкретными цифрами, Александр, позвольте мне посмотреть, то общая стоимость максимальная, это было 12 миллиардов 528 миллионов рублей. На 26 миллионов ее снижает региональный оператор и говорит, что за 10 лет он справится с этим видом работ за 12 миллиардов 502 миллиона рублей. Тут сразу несколько вопросов. Но это 10-летняя сумма. 10-летняя сумма, приведенная к ценам 2018 года. Для понимания простого потребителя необходимо отсмотреть ту необходимую валовую выручку, которая была отражена в конкретном году. Вот конкретный год, базовый год для начала деятельности регионального оператора на территории Владимирской области, это 2018 год. Соответственно, по 2018 году мы оценили необходимую валовую выручку в миллиард 604 миллиона рублей. Что в этой выручке? В этой выручке расходы на оплату услуг полигонов, потому что в функции регионального оператора будет заключение всех договорных отношений со всеми участниками этого рынка. Начинать, конечно, надо с нас, потребителей этой услуги, и заканчивать уже профессиональными операторами. Давайте мы тут остановимся, потому что тут надо понимать, на данный момент у нас разделены функции. Есть ряд услуг, которые вы регулируете, цены на которые вы регулируете, мы уже их назвали, это обработка, захоронение, обезвреживание. Да. Вывоз и сбор не регулируются вами. В настоящий момент нет. Когда вступит в действие, начнет работать региональный единый оператор. И когда он получит единый тариф, расходы, связанные со сбором, вывозом и транспортировкой твердых коммунальных отходов, войдут в состав этой услуги. И, соответственно, они будут выведены из... Из жилищной услуги. Из жилищной услуги, да. Техническое обслуживание, ремонт жилья. Это станет коммунальной услугой. Возвращаемся к 2018 году и миллиарду 600 с чем-то не помню. Миллиард 604. Вот исходя миллиард 604 миллиона рублей. Вот такая выручка валовая у регионального оператора на 2018 год запланирована. Можно ли из этой суммы... Она являлась предметом конкурса. Предметом конкурса. В составе расчета максимальной приведенной стоимости. Эта цифра стояла как ориентир. Вот эта цифра, вот она жесткая, она уже есть. Можно ли из этой цифры путем каких-то вычислений понять, сколько конкретный человек или сколько конкретного квадратного метра будет взиматься плата за... С квадратного метра нет. Александр, для понимания. Не будет. В момент установления тарифа регионального оператора и применения новых нормативов накопления мы все с вами уйдем на оплату услуги в рублях за кубический метр на человека. С человека. Квадратные метры как класс уйдут. То есть вот та проблема, когда у нас одиноко проживающие пенсионеры, положим, у них там двушка и квартира, или трешка, да, и они вынуждены, проживая один в одиночестве, и, значит, в общем-то, не очень много генерируя мусора, платить наравне с большими семьями. То есть вот эта проблема у нас уйдет. Вот эта проблема у нас уйдет. Мы помним с вами отлично, я думаю, что вы тоже слышали о таких вещах, когда граждане совершенно справедливы, но, как правило, это были граждане, которые действительно зарегистрированы и проживают одиноко в своем жилом помещении, а оплачивать должны были ставку за квадратный метр. И вот эти разговоры о том, что нас мусорит не квадратный метр, а человек, это песня вечная, да, была. Да, законодатель поставил в этом вопросе точку. И сказал о том, что да, как только заработает региональный оператор, оплачивать мы будем эту услугу с человека. Мы посмотрели по нескольким территориям сейчас, там, где эта оплата идет с квадратного метра, ну, во-первых, расценки везде разные, мы с вами понимаем еще раз, что услуга эта договорная и определяется соглашением сторон. Вот в городе Александров, допустим, действующая плата в рублях за квадратный метр 2 рубля 46 копеек, которая касается этой части услуг, да, я говорю, за сбор, за вывоз, за захоронение. 2 рубля 46. Соответственно, если мы рассмотрим с вами квартиру площадью 54 квадрата, сейчас такая квартира оплачивает за этот вид услуг 132 рубля 84 копейки. Если мы с вами будем говорить за переход уже на услугу регионального оператора, вот в настоящий момент тариф, конечно, не установлен. Мы понимаем, что еще только подведены итоги конкурса, еще пойдет соглашение, еще региональный оператор придет в департамент цен тариф. Вот исходя из той максимальной стоимости, которая являлась предметом конкурса, вот эти 12,5 миллиардов, да, да, и той величины необходимой валовой выручки, которая приходилась на год 18, миллиард 604, она будет снижена, да, то есть она по итогам конкурса, конечно, снизится. Но мы с вами исходим, давайте, вот пока из максимальной величины. Да, давайте. Мы оцениваем стоимость одного кубического метра в размере 454 рублей за один кубический метр. И вот мы к нему применим 2,44. 2,44 норматив накопления на человека, который проживает. Соответственно, вот если этот человек проживает один на площади в 54 квадрата, мы говорим за пример города Александрово, то к оплате ему будет начислено 92 рубля 40 копеек. Сейчас он платит 132 рубля 84 копейки. То есть конкретно этот гражданин уведет серьезное удешевление. Конечно, математика себя поведет по-другому, когда на этой площади будет проживать двое, трое, четверо и так далее. Тут вот возникает чисто технический, но очень важный момент, на который хочется обратить внимание. Количество зарегистрированных людей на данной территории и количество реально проживающих может сильно очень различаться. Законодатель как-то вот эту лазеечку как-то перекрывает, то есть он объясняет, что нет, будем вот так вот, или вот так будем взимать. Каких людей считать будем? Вот, Александр, не совсем, так скажем, компетенция Департамента цены тарифов. Из тех документов, которые мы просматривали, буквальные взаимосвязи, зарегистрированные проживающие, я их не увидела, но, наверное, и увидеть не могла, по одной простой причине, мы не занимаемся установлением нормативов накопления. То есть очень важно, какая численность граждан участвовала в расчете этих нормативов. Безусловно, платить должны те, кто пользуется этой услугой. И если я там проживаю, и если я накапливаю мусор, я и должна оплатить, вот конкретно на количество проживающих и должен быть заключен договор. Но, повторяю, это очень тонкая такая вот грань, с ней, я думаю, очень серьезно сталкиваются, продолжают сталкиваться управляющие компании, товарищи, которые проживают, но не зарегистрированы. Их, безусловно, нужно выявлять. Это большая серьезная работа. В том числе и с помощью жителей. В том числе и с помощью жителей. Мы с вами рассматривали этот момент на примере Александрова. На примере Александрова. Но у нас же много, больше 20 муниципальных, крупных образований. Как вообще эта стоимость по области? Она различна. Безусловно, она различна, потому что стоимость квадрата, повторяю, услуга свободные договорные отношения, кто-то повышал ставочки, кто-то их сохранял. Но вот Александров мы его фиксируем как в числе тех городов, где одна из минимальных стоимостей, за квадратный метр 2,46. А в городе Кольчуге на 3 рубля 78 копеек на эту услугу приходилось. Это те данные, которые нам показывают. А когда мы перейдем на расчет с человека, вот эта дифференциация по муниципалитетам, она все равно сохранится какая-то? Нет. Она будет вырунена? Нормативы накопления, они установлены, я вам говорила, по двум признакам. Город-село, многоквартирный дом, частное домовладение. То есть привязки к конкретной территории уже, конечно, нет. В таком случае, ну ведь опять же, условия в разных муниципалитетах разные. Где-то полигон, допустим, если мы говорим об услуге по захоронению, он близко, я не знаю, 20-30 километров. А где-то может он там... Александр, вы сейчас говорите за дифференциацию тарифов регионального оператора. Да. Вот, безусловно, решение о дифференциации этих тарифов, оно будет приниматься, исходя из максимального исключения тарифных последствий для потребителей. То есть при уже более глубоком и детальном анализе, если мы столкнемся вот с пониманием, что по ряду территорий необходимо подобного рода дифференциацию вводить, мы, конечно, к этому инструменту прибегнем. На текущий момент у нас есть понимание, что вот максимальная стоимость кубического метра, которая была выставлена на торге, вот позвольте, буду так говорить, хотя торгами являл, собственно говоря, максимально приведенной стоимость, а не стоимость одного кубического метра. Она сопоставима с той ценой, которая сейчас применяется в расчетах с гражданами. 454 рубля и 453 рубля это тождественная вещь. Мария Сергеевна, каждый раз, когда мы с вами встречаемся в этой студии, я ловлю себя на мысли, что время идет какими-то катастрофически быстрыми темпами, и мы не успеваем с вами ничего обсудить, потому что тема у вас очень специфическая, у нас осталось с вами порядка двух с половиной минут уже, а мы еще и не успели ничего. Ну, тем не менее, спрошу ведь, вот на данный момент Влад Экотехпром, который выиграл у нас конкурс, он уже же ведь работает на территории Камешковского и еще какого-то, не помню, Суздальского района. И у нас еще есть уже по стране регионы, где единые рекоператоры созданы. Вот, то есть, тот опыт, который уже получен, ну, давайте с другими регионами, как у них эта система работает, произошел ли вот этот вот скачок, которым нас пугают, что единый рекоператор, скачок платы, как вообще у них это все оцениваете вы? Как я оцениваю? Ну, здесь мне, наверное, проще прибегнуть к опыту Ивановской области, куда мы сами выезжали, где мы общались с коллегами, как проходил вот момент перехода. Я вам хочу сказать, что сейчас, на текущий момент, стоимость кубометра ТКО в Ивановской области дороже, чем она максимально будет просматриваться по Владимирскому региону. Дороже, чем наш максимум. Да, дороже. Сейчас, исходя из тех тарифов, которые утверждены, 480 рублей, 78 копеек, стоит 1 кубический метр, вот обращение 1 кубического метра, твердых коммунальных отходов. Я вам объявляла цифру в 454 рубля. По нормативам накопления, это уже то, что применяется конкретно к потребителю. Здесь политика выстроена несколько иначе. То есть сравнивать два наших региона нельзя. Мы нормативы дифференцируем город-село. Там, по-моему, единый норматив установлен. Вообще для всех. Да, вообще для всех. И действует один единый тариф. То есть Ивановская область принимает решение и вводит один единственный тариф без дифференциации по муниципальным образованиям. Вот такой вот переход. Жестко возможно. Но вот такое решение коллеги приняли. Я повторяю. Задачу, которую ставит руководство области, она, конечно, прежде всего, направлена на то, чтобы минимизировать последствия перехода на систему обращения твердых коммунальных отходов. Очень много сил и работы проводится в этом направлении, направлено в этом направлении. Поэтому мы каких-то очень серьезных тарифных последствий для потребителей могу заявить совершенно ответственно и наблюдать. Я предлагаю, у нас уже с вами совсем вышло время, предлагаю на этой позитивной ноте и закончить. Но уверен, что тему обращения, новую схему, тему новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами нужно еще неоднократно будет проговорить. Очень непросто. Очень непросто. Напоминаю, сегодня гостем студии была Марина Василова, директор департамента цены тарифов администрации области. Мария Сергеевна, спасибо. Спасибо вам. Меня зовут Александр Козлов. Записи всех наших программ можно найти на сайте губернии 33, адрес сети trc33.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин